Приветствую всех увлекающихся! Сегодня у меня 22 марта. На улице градусник в тени показывает плюс 19. На солнышке потеплее. Вот первые самые такие мои кактусы. Крупные, проверенные. Вывезла. Там, конечно, у нас еще может быть и похолодание, и дожди, и пасмурно, и все. Но кактусам уже нужно просыпаться, потому что там, где они зимовали, там тоже уже плюс 20. Вот цветочки уже цветут. Птички поют. Вот им нужно уже просыпаться. И там, где они зимуют, там не особо много света. Поэтому я их вывезла сюда. Да, поставила их тут вот под крышу. Специальный домик для кактусов и суккулентов на лето. Потом кактусы переедут в место, где нет крыши. И где открытое солнце целый день. Захватила с дома вот эти вот цветочки примулы, которые дарили на 8 марта. Сейчас у меня нет времени их сажать. А когда появится время, я их пересажу в открытый грунт. И на следующую весну, только немного попозже, чем 8 марта, они меня порадуют своим цветением. Вот, ну и все, поливать я кактусы не буду, потому что может быть дождь, может ночью быть сыро, влажный воздух, роса какая-то. И они потихонечку будут сами как-то в себя впитывать и проспаться. Вот этот кактус, он такой сплющенный по бокам, ребра сильно выпирают. Вот, этот кажется немножко, птички поют, этот кажется получше, выглядит более таким плотным. Вот этот цветет огромными пахнущими граммофонами, махровыми белыми цветами. Вот этот розовыми, а этот тоже, по-моему, розовыми. Вот, в общем, ну и в принципе и все. Что, ничем я их не обрабатывала, посмотрела, смотрела, они все выглядят здоровыми. Вот этот кактус и этот, они обрезаны от высоких кактусов. Вот так вот. Этот неправильной формы мне подарили в прошлом году. Ночью, ночью, ночью у нас где-то плюс шесть, плюс десять. Но если будут похолодания, они не политые, перенесут, перенесут хорошо. На балконе, где они у меня зимуют, зимой было до нуля там, где они стояли. Спасибо. Спасибо.